Информационный портал Правомед продолжает свои видеоконференции. Я традиционно представляю наших участников. Прежде всего, вы видите Гаганова Дмитрия Борисовича. Он старший юрисконсульт ООО Юрбюро из Санкт-Петербурга. Добрый день, Дмитрий! Здравствуйте, Алексей! Благодарю вас за приглашение участвовать в данной конференции. Вы как раз поднимаете очень серьезные и животрепещущие темы. Уважаемые коллеги, сообщаю, что еще пока не в рамках трансляции, но уже слышит нас еще один коллега. Это Махначевский Роман Павлович. Он из Якутии. Начальник отдела правового кадрового обеспечения страховой медицинской компании Саха Медстрах. Я его приветствую, но ввиду того, что есть некоторые проблемы с интернетом, его точку зрения мы запишем несколько позднее. Ну и традиционно. Я, начиная видеоконференцию, во-первых, озвучиваю название видеоконференции. Оно перед вашими глазами. Мы будем обсуждать, будут ли страховые медицинские организации работать по иным принципам, чем сейчас. Традиционно обозначаю события, которые привели к теме конференции и некоторые правовые нормы, которыми я руководствовался. Давайте вернемся год назад. Начало декабря 2015 года. Президент России Владимир Путин озвучивает следующее, что в 2016 году российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы. Сейчас 27 декабря 2016 года. Исходя из послания президента, наверное, российское здравоохранение уже перешло на страховые принципы. Но какую информацию я нашел? Разиет Натхо, она когда-то была депутатом Государственной Думы, не когда-то, а в прошлом созыве. Но сейчас она, активист Общероссийского народного фронта, 19 декабря, высказала следующее. Смотрим на слайд. К сожалению, страховые принципы не заработали в должном виде. Она считает, что страховые медицинские организации, ну, якобы неэффективно используют денежные средства для выполнения поставленных перед ними задач. И эти деньги можно направить на оказание медицинской помощи. Почему-то она ссылается, что медицинское сообщество, эксперты говорят о невысокой компетентности работы страховых организаций. И она предлагает работать в системе ОМС без страховых медицинских организаций. Причем сама система ОМС работать должна. Что еще? Некоторые извлечения о правых нормах, регулирующих работу счетной палаты. Потому что в дальнейшем будут ссылаться на точку зрения счетной палаты. Счетная палата есть орган внешнего государственного аудита контроля. Которая решает следующие задачи. Контроль за целевым эффективным использованием, в том числе бюджетом государственных внебюджетных фондов. Счетная палата выявляет недостатки и вырабатывает некие предложения по устранению выявленных недостатков. В частности, совсем недавно на коллегии счетной палаты рассматривалась оценка эффективности деятельности страховых медицинских организаций за 2014-2015 годы и за истекший период 2016 года. Что было представлено на данном мероприятии? Какие данные? В частности, изложено следующее. Обратите внимание на слайд. Из бюджета Федерального фонда ОМС тратится 14 миллиардов на содержание территориальных фондов и Федерального фонда ОМС. Еще 25,5 миллиардов используется на ведение дел страховыми медицинскими организациями. Ну и еще они получают средства за счет штрафных санкций и экономии средств ОМС. Итого, в 2015 году было истрачено в совокупности на территориальные фонды Федеральный фонд страховой компании 42 миллиарда. Аудитор счетной палаты считает, что исходя из представленного отчета данных, примерно 30,5 миллиардов рублей использованы были неэффективно. Хотя они могли бы пойти на оплату медицинской помощи медицинским организациям, но с точки зрения аудитора счетной палаты они пошли на увеличение собственных активов страховых медицинских организаций. И на коллегии было предложено принять системные меры, из которых вытекает, что территориальные фонды могли бы на себя взять функции страховых медицинских организаций. В то же время обратимся к иным нормативным актам 326 федеральный закон. Это полномочия Федерального фонда ОМС, который осуществляет контроль за участниками обязательного медицинского страхования. Как они используют денежные средства, в том числе проводят проверки и ревизии. Есть положение о Министерстве здравоохранения. В частности, министр здравоохранения имеет право принять нормативные акты, которые регулируют деятельность Фонда обязательного медицинского страхования. Также министр может организовать назначить проверки Федерального фонда ОМС. И после озвучивания данных в счетной палате в отношении деятельности страховых медицинских организаций, МИЗДРАФ, это открытые данные я взял из интернета, озвучил, что он считает выводы счетной палаты некорректными. В том числе потому, что деятельность страховых медицинских организаций привела к тому, что обратно в систему ОМС было возвращено 67 миллиардов рублей. Но в виде штрафных санкций от контроля качества медицинской помощи. Федеральный фонд ОМС в своем пресс-релизе сказал о том, что он проанализировал деятельность счетной палаты. И Федеральный фонд считает, что представленные данные не соответствуют действительности. В то же время вице-премьер по социальной политике Ольга Галагет считает, что необходимо создать контроль за качеством медицинских услуг, которые сейчас, с ее точки зрения, отсутствуют. И в ближайшее время принципы работы страховых медицинских организаций будут пересмотрены. Это мое вступление по теме нашей видеоконференции. А теперь переходим к тем вопросам, которые и были мною озвучены. Почему? Почему счетная палата выявила существенные недостатки в деятельности страховых медицинских организаций? А Федеральный фонд ОМС и Минздрав России их не находят, сомневаются. Говорит, что оснований нет. И второй вопрос. Чьи данные вызывают доверие? Так как мы в прямом эфире с Дмитрием Гагановым, то, конечно же, вопрос я адресую ему. Дмитрий, готов выслушать вашу точку зрения по поставленному вопросу? Благодарю вас, господи. Относительно первого вопроса. Почему именно счетная палата выявляет? По моему мнению, это связано с тем, что счетная палата является своеобразной независимой ветвой властью. Некоторые ученые выявляют ее как ветвь на счетной власти. Это раз. И второе, с важной точки зрения, это орган парламентского контроля. Парламентский контроль у нас зависит от законодательной власти, то есть от власти, которая принимает законы. Что касается Министерства здравоохранения и подвиженственные ему субъекты публичного права, они относятся к органам исполнительной власти. Соответственно, счетная палата провела свою проверку, по моему мнению, в рамках административной реформы в направлении реформирования системы здравоохранения. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что медицина должна стать страховой. Но я хотел бы отметить, что в чистом виде понятие страхования к здоровью не применимо, потому что у нас есть статья Конституции, которая говорит о праве гражданина, охрану его здоровья. Соответственно, наступление страхового случая, его выявление и выплаты страхового помещения в данном случае должны быть связаны с обеспечением традиционных прав данина. Хотел бы обратить внимание, что сам переход на... Дмитрий, пожалуйста, меня послушайте. Мы сейчас с вами обсуждаем вопрос. Вопрос следующий. Почему одна ветвь контроля выявила существенные нарушения, две другие, связанные со средствами УМС, не выявили? И чья информация, чьи данные у вас вызывают больше доверия? Вот об этом и сейчас говорю. Вопрос, как мне кажется, скорее политический. Вполне возможно. Вполне возможно, не спорю. И касается моего мнения, я, прежде всего, связан с борьбой за власть, потому что у каждой группы влияния обязательно есть структуры, которые обеспечивают их финансами, ресурсами и так называемыми административными ресурсами. В данном случае мы прослеживаем усиление федеральных программ, которые в дальнейшем будут реализовываться именно через территориальные фонды, как вы говорите, терпфонды. То есть, в какой-то мере, это в линии плановой экономики. Но только тут уже не госплановая программа. Как я сказал, что будет усиливаться специальная федеральная часть в системе обязательного медицинского контрактования. И именно с этим связаны обнародованные заключения счетной палаты. Что бы я хотел сказать? Относительно того, кому верить больше, у меня странное ощущение, связанное с тем, что ответ со стороны Министерства здравоохранения не совсем полный. В наступительной части они не анализируют методики, которые были применены для медицинской палаты. И никак их не описывают, а просто не соответствуют действительности. Мне кажется, это подход скорее кулиски, нежели научный. В то же время, как счетная палата говорит, какими методиками она пользуется для анализа. И почему в данной части были применены именно данные методики. Вот что бы я хотел сказать. То есть, по поводу уровня доверия, Министерство здравоохранения в лице своих специалистов, экспертов, не опубликовало те методики, которые они применили для обоснования своих возражений. На каких исследованиях они базируются? Благодарю. Я продолжу. Я не зря озвучил правовые нормы, которые регулируют деятельность счетной палаты, федерального фонда, ОМС, Министерства здравоохранения. По сути, их функции пересекаются, но почему-то данные несколько противоположные. Мне представляется, почему счетная палата что-то нашла, а федеральный фонд и Министерства здравоохранения не нашел. Потому что у федерального фонда ОМС и Министерства здравоохранения есть данные, которые свидетельствуют о снижении смертности материнской, младенческой, об увеличении продолжительности жизни, об все-таки увеличении числа удовлетворенных качества медицинской помощи, об постройке перинатальных центров, об увеличении высокотехнологичной медицинской помощи. То есть продолжительность жизни растет, смертность падает. И они считают, что это нормальная деятельность, подтверждающая, что они идут по истинному пути. Счетная палата подходит, видимо, из бухгалтерских каких-то данных, исходя из своей компетенции. И из-за этого возникает противоречие, видимо, в том числе из-за разных подходов методологии. Ну а чьи данные вызывают большее доверие, я полагаю, что истина где-то посредине. Если сложить данные счетной палаты Федерального фонда Мездравы, мы, наверное, тогда получим более такую объективную картину, в которой нет политической составляющей. Не знаю, вы с моей точки зрения согласитесь или нет, но я тоже ее обозначил и обосновал. Дмитрий, переходим ко второму вопросу. Было предложение Разиета на ТХНО, отчетной палаты, возложить функции страховых медицинских организаций на территориальные фонды ОМС. Ваша точка зрения? Поддерживаете, не поддерживаете, но нужно обоснование. В этом ценность видеоконференции. Как я сказал выше, вопрос, конечно, скорее полюсия, в том числе и Каза Митрова. Мне кажется, что возложение функций страховых медицинских организаций на территориальные фонды связано именно с время контроля в данной области и с учреждением администрации. То, что я сказал выше, это социальная, специальная федеральная часть системы ОМС должна усиливаться, связанная с финансированием медицинских центров в области высокотехнологической помощи. Соответственно, контролировать территориальные фонды будет проще, потому что страховая медицинская организация, она имеет двойственный статус, не является юридическим... ...премьера от фондов федерального фонда внебюджетного. Это раз. И второе, как мне кажется, что счетная палата вводит некоторые методы анализа вообще данной области, которые могут быть противопоставлены тем методам анализа, которые применяет Министерство здравоохранения. Ну и... ...следующее. Мне кажется, что будет переход наперед, связанный с перелицензированием страховых медицинских организаций, поскольку было заявлено одним из должностных лиц о том, что страховые медицинские организации получают лицензии и, значит, выполняют лицензионные требования только на основании финансовых признаков. Будут видеть дополнительные признаки, осящиеся именно к поддержанию качества медицинской помощи. То есть дополнительные требования со стороны лицензирующего органа. Это, раз, возможно, что повторится та ситуация, которую мы наблюдаем с банками, с коммерческими кредитными организациями по отношению к ЦБ. То есть своеобразная, позвольте мне сказать этот термин, зачистка данной области. То есть приостановка лицензии, возможно, иные процедуры, связанные с санацией. Дмитрий, давайте вернемся к вопросу. Я правильно понял, что вы поддерживаете изъятие страховых медицинских организаций системе ОМС и передачей функций территориальному фонду? Илья, ослышался. В рамках административной реформы, мне кажется, это как раз усиление роли государства в той области, где роль государства должна быть большая. Если сказать коротко. Понял, спасибо. Выскажу свою точку зрения. Я с вами категорически не согласен. Почему? Нужна конкуренция за застрахованного. Ну, появится в рамках региона один финансово-страховой монстр. Территориальный фонд ОМС. Куда податься застрахованным? Как ему выбрать иную страховую организацию? Из Омского территориального фонда по ОМС перебраться в соседний регион, территориальный фонд Новосибирской области, я считаю это неправильно. То есть, с точки зрения конкуренции застрахованного на территории субъекта федерации, я полагаю, должны работать страховые компании, чтобы они осуществляли эти функции. Но это моя точка зрения, я ее обосновал, потому что конкуренция все-таки значимый мотив для совершенствования чего-то. И идем дальше к тем вопросам, которые я обозначил. Третий вопрос. Ольга Голодец, вице-премьер по социальным вопросам, сказала, что будут иные принципы работы страховых медицинских организаций. Давайте с вами обсудим, а что подразумевается под этими новыми принципами. С удовольствием выслушаю вашу точку зрения. Но можно предположить, анализируя ее высказывания. Она обратила внимание, что страхово-медицинские организации, опять же, по ее мнению, реагируют лишь на обращение, то есть это один системный метод реагирования на отклонения в системе. То есть, если продолжить дальше логическую цепочку, то нет превентивной, профилактической, упреждающейся системы действий. Второе, что нет единых правил, по которым оценивается качество медицинской помощи. И третье, что штрафуют непонятно за что. Осмелюсь предположить, что новые принципы будут вот именно по этим направлениям высказаны. И хотел бы добавить, что принципы также вырабатываться будут на основе анализа деятельности. В том числе и, как вы сказали выше, путем сравнения заключений со стороны счетной палаты, их методик, и со стороны, значит, Министерства здравоохранения. Вот моя точка зрения. Дмитрий, продолжу. Честно говоря, не очень представляю, что это за новые страховые принципы. Теоретически страховой интерес заключается в том, чтобы граждане застрахованные меньше болели. Меньше было расходов на оказание медицинской помощи. Но есть инфекционные заболевания, есть всякие травмы, ДТП, где хочешь не хочешь, все равно ты можешь поступиться с здоровьем из-за воздействия инфекционного агента, либо какой-то ситуации при управлении автомобилем. Но я полагаю, что в конечном итоге принципы перейдут к тому, что будет больше воздействия на страховые и медицинские организации. И штрафные санкции, скорее всего, будут более сильными. То есть, от того уже уменьшивающегося потока денег, которые они получают на ведение деятельности, за счет контрольных проверок всяких, по качеству медицинской помощи, ручеек, у них будет меньше. Так, а сейчас я вижу, что к нам подсоединился еще Роман Павлович Махначевский, представитель САХА Медстрах. То есть, как раз и той целевой аудитории, про которую мы, в принципе, и говорим, про страховые и медицинские организации. Роман Павлович, Вы можете сейчас, Вам предоставляется возможность высказать сразу свою точку зрения по тем вопросам, которые мы поставили. Как видите, у нас с Дмитрием Борисовичем они не совпадают. А Вы что скажете, как работающие в страховой компании? Так, ну вот как именно представитель страховой медицинской организации, тот человек, который непосредственно вынимается, то есть тот человек, который работает в этой системе для медицинского страхования. Я вот по первому вопросу, Виктор Ильич, совершенно согласен с Вами. Считаю, что у нас все-таки счетная палата, она более прямолинейно оценивает деятельность страховых медорганизаций. Считаю, что если поступили, то есть направили деньги государственно-бюджетные, то, соответственно, должна быть какая-то такая же финансовая, получается, какой-то финансовый, так сказать, какой-то доход, не доход, а именно то, что вложение, то, соответственно, какой-то должен быть приход. Приход от этих денег. Но вот еще вот просто хотелось бы еще отметить, да, Алексей Валентинович, то, что все-таки счетная палата, она не нашла нарушения, скорее всего, деятельности страховых медорганизаций. Она считает, что деньги именно ОМС не используются не в той мере, в которой они выделяются. То есть именно, как бы, они считают, что если деньги по обязательному медицинскому страхованию выделяются на оказание и оплату медицинской помощи, то они, соответственно, должны все в полном объеме направляться на эти цели. Они посчитали, что часть какая-то денег уходит на, именно на финансирование деятельности, так называемое, ведение дела страховых медорганизаций, и они вот посчитали, что вот это какое-то якобы нарушение. Но я считаю, что это никак не может быть нарушением. Роман Павлович, нужны суждения по тем вопросам, которые мы поставили. Чьи данные вы считаете достовернее и почему возникло вот такое противоречие? В принципе, вы начали отвечать на этот вопрос. Кратко, пожалуйста. Хорошо, так. Ну, данные тут достовернее, скорее всего, нашего Минздрава, Федерального фонда, так как это непосредственные наши, получается, контрольные органы, те надзорные органы, и также, получается, они у нас разрабатывают для нас те же формативные документы, на основании которых мы ведем свою деятельность. Счетная палата, мы понимаем, что действительно это высший контрольный орган, но оценивают они свою деятельность именно в узком профиле. То есть, получается, именно только с финансовой точки стороны именно деятельности предприятий, то есть страховых методорганизаций. Все понятно, спасибо. Второй вопрос. Как вы относитесь, если страховые медицинские организации исключат и будут работать на территориях только территориальные фонды УМС? Я, конечно, ответ представляю, но ваша точка зрения. Обоснование, почему? Ну, вот, также, Алексей Валентинович, тут я соглашусь, именно что немаловажную роль играет именно та конкуренция между страховых методорганизаций. У нас, получается, на территории одной... Сколько, да, на территории Якутии? Сколько у вас участников страховых компаний? В Якутии сейчас, на данный момент, два. То есть, Роскострах медицины, так как капитал, Зал Капитал у нас, получается, уже ликвидировано, причем, присоединение к Роскостраху. Ну, сейчас у нас две организации, которые непосредственно осуществляют именно, вот, свидетельность. А что вы можете еще привести в защиту наличия страховых медицинских организаций в системе УМС? Так, ну, я бы сказал, что сейчас перед страховыми медицинскими организациями стоят достаточно большие задачи, которые невозможно будет решить силами только территориального фонда для медицинского страхования. Также я считаю, что страховые методорганизации – это такой, как бы, некий буфер, получается, всю негативную реакцию, да, со стороны медорганизаций, население принимает именно страховые методорганизации, которые, вот, действительно, как подушка между территориальным фондом и методорганизациями со всеми их страховыми лицами. Весь негатив, тот, который идет у вас в системе медицинской организации, ну, в нашей системе здравоохранения, в первую очередь, понимаем мы, понимаем на себе удар. – Роман Павлович, я опять на правах модератора перебиваю, я уловил вашу точку зрения, сейчас у нас будут страховые представители, вернее, фактически уже есть первого, второго, третьего уровня, и когда вот это все, да, простите за выражение, замутили в законодательном поле, разгонять страховые медицинские организации, ну, честно говоря, не целесообразно, они еще не попробовали себя в этой стезе, а мы сейчас еще у Дмитрия Борисовича спросим, как вы считаете, Дмитрий Борисович, вот это, этот аргумент, он важный для того, чтобы не избавиться сейчас от работы страховых медицинских организаций в ближайшее время, нужно ли попробовать то, что государство запланировало в качестве работы страховых представителей? Я сказал выше, что будет переходный период, то, что вы сейчас говорите, это как раз он и есть. Что касается конкуренции, которую вы сказали выше, кажется, что все-таки охрана здоровья – это не коммерческое направление, и в чистом виде понятия моторной сделки, связанность с большим риском, для меня здоровье – это не так, что не сообщество это. Поэтому участие государства в данном направлении должно быть большое, потому что многие ученые говорят о самоустроении государства из некоторых сфер, как мне кажется, система обязательного медицинского страхования явный тому показатель. – Спасибо, понятно. Идем дальше к Роману Павловичу, раз он присоединился. Голодец Ольга сказала о новых страховых принципах. Но все-таки вы больше в теме, раз страховой компании работаете. Что это за новые страховые принципы, которых раньше не было? Может быть, поделитесь инсайтом? – Ну вот, Алексей Викторович, ну, честно говоря, вот я тоже сейчас плохо представляю, о каких новых принципах идет речь. Конечно, нам поставили задачу, что больше нам надо будет сейчас работать именно над контролем за оказанием, над контролем за качеством оказания медицинской помощи. То есть, ну, как получается, в этой деятельности, так и так мы эту деятельность можем осуществлять в той полной мере тех полномочий, которые нам даны законом. Возможно, со стороны правительства, ибо здраво, какие-то будут даны более широкие полномочия, да, в честь того, что какие-то там, ну, более, я уж даже не знаю, что еще мы тогда можем проверять в виде организации. Так и так медицинские организации к нам очень негативно относятся, считая, что мы только приходим, не штрафуем, да, и вот потом хотел немножко Дмитрия Борисовича чуть-чуть подправить в честь того, что вот именно контроль за качеством оказания медицинской помощи, ну, это не несколько некоммерческое, так сказать, такое направление, да, так как у нас получается за деятельностью медицинской организации, еще и есть контроль за государственных органов, того же Минздрава нашего субъекта, да, Минздрава федерального, также есть у нас у Росздравнадзор, который также вчитает контроль, да, но скажем так, что у них контроль, ну, как сказать, более такой ведомственный, да, сами понимаете, что у нас именно к счастью того, что если мы находим какое-то нарушение со стороны медицинской организации, то за этим немедленно следуют финансовые санкции, с нашей стороны, которые действительно уже как-то медицинская организация более отстегивает, да, то есть получается, что они недополучают денег, ну, за счет этих штрафов. Роман Павлович, понятно, понятно, точка зрения, да, коллеги, у меня родился в голове один вопрос, который в тему видеоконференции не входил, но предлагаю его обсудить, после этого мы закончим. Смотрите, согласно Конституции у нас защита прав и интересов это обязанность государства, для этого есть государственные органы. В системе УМС, получается, защитой прав и интересов застрахованных, тире граждан, занимаются страховые медицинские организации. Это не госорган, это частная форма собственности, которые дали эту функцию, защищать права и интересы застрахованных. Дмитрий Борисович, Роман Павлович, а нет ли здесь противоречия с Конституцией? Дмитрий Борисович, вам первому слову. Нет, противоречия нет, потому что у нас есть противоречия с Конституцией, которые подчиняются в бюджетном оконстане и являются частью государства. И по поводу деприрования по помощи защитимов, я с вами согласен. Как было в руках органов исполнительной и законодательной власти в суде, не так и остается. УМС не относится к одной из этой власти. Благодарю. Роман Павлович. Рецентирование, рецентирование разрешительных документов. Нет, нет, я говорю о функции по защите прав и интересов застрахованных. Вы свою точку зрения сказали. Я сейчас хочу услышать Романа Павловича. Так, у меня согласен с Дмитрием Борисовичем. Тут как такового противоречия с Конституцией нет. Мы по закону исполняем отдельные функции государственные, страховщика, и вся наша деятельность, которая у нее существует, у нас вся регламентирована законодательством. Так тоже, например, даже те же обращения граждан, которые у нас идут, мы рассматриваем в порядке 59-го закона. У нас вся деятельность регламентирована, и вся наша деятельность прозрачна. И нас проверяют, ну просто, Тим Ильич, не знаем, что. Роман Павлович, я не спорю, что вас проверяют. Ваша точка зрения, что противоречия нет. Коллеги, на этом мы заканчиваем. Благодарю вас за вашу точку зрения, и прежде всего за ее аргументацию, потому что ценность видеоконференции не просто предоставление суждения, а в ее обосновании. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем такого подхода придерживаться. Дмитрий Борисович, Роман Павлович, до свидания. Уважаемые участники видеоконференции, как я говорил ранее, у нас будут еще включения иных участников, которые не смогли по тем или иным причинам непосредственно участвовать в видеоконференции. И я с удовольствием представляю Игоря Васильева, доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета. Игорь, рад видеть. Добрый день. Добрый день, Алексей. Я уверен на 100%, что тему видеоконференции вы изучали, вопросы, которые я обозначил, вы тоже с ними знакомы, как и с материалами видеоконференции. Я предоставляю вам возможность высказать свои суждения, свою точку зрения по поставленным вопросам. Она у вас всегда оригинальна и обоснована. Слушаю. Хорошо, я попытаюсь. Ну, на самом деле, когда я смотрел материалы видеоконференции, честно сказать, вы подборку подготовили очень интересную и очень оригинальную. То, что касается итогов работы счетной палаты. На самом деле, это самая профессиональная у нас проверяющая органа в стране по своему определению – счетная палата. Поэтому, честно говоря, не доверять ее данным у меня, в принципе, нет оснований. Тем более, что возглавляя счетную палату человек, который в предыдущем возглавлял Министерство здравоохранения Российской Федерации, значит, она должна быть в курсе абсолютно всего, что происходит в медицине. Более того, значит, я после того, как почитал полемику Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования, у меня волосы зашевелились на голове. Дело в том, что, как показывают данные, которые мы исследовали, значит, счетная палата нашла порядка 37 миллиардов денег, которые были израсходованы, как они пишут, на посреднические услуги, то бишь на деятельность самого Фонда и страховых медицинских организаций. Я уточню, около 30 миллиардов ушло. Да, 30, ну, с небольшим, 30 и 500, да, 30 миллиардов, под данным счетной палаты. В результате Министерство здравоохранения начинает защищать Фонд обязательного медицинского страхования и приводит, ну, какие-то сумасшедшие экономические вычисления, в результате которых оказывается, что настолько полезно работает Фонд обязательного медицинского страхования, что он за год еще умудрился принести в Фонд обязательного страхования 67 миллиардов рублей. То есть, фактически, откуда взяты эти деньги? Эти деньги взяты у учреждений подведомственных Минздраву. То есть, фактически, если суммировать 30,5 миллиардов, 67 миллиардов, которые Фонд по результатам, по итогам проверки сэкономил, там отщипнув себе денег премиальных, в результате получается, что наше здравоохранение, в том числе и подведомственное, прежде всего подведомственное Министерство здравоохранения Российской Федерации, недополучило 100 миллиардов рублей. При условии, при понимании, какое финансирование сейчас идет на медицину, понимая, как работают врачи, за какие деньги там и так далее. То есть, на мой взгляд, это колоссальное, это, по-моему, вредительство. И более всего удивляет, что Министерство здравоохранения отчитывается об этом, как о победе. Да на самом деле, это уж у него из кармана вытащили эти деньги. На самом деле, возникла ситуация, когда фонд обязательного медицинского страхования у нас превратился в административную организацию, наделенную определенными непонятными, кстати, с правовой точки зрения, полномочиями штрафовать медицинские организации. Игорь, я перебиваю, мы пошли несколько уже в иную стезю, она, конечно, интересная. Да, вот здесь по первому вопросу, кратко, чьи данные еще раз более вызывают доверие, почему счетная палата нашла, а Минздрав, Федеральный фонд не нашли недостатков? Дело в чем, на мой взгляд, счетная палата, на мой взгляд, нашла все правильно, хотя сверять, конечно, у меня нет никаких возможностей, там виднее. Просто там самые высокие квалификации у нас проверяющие люди, экономисты. Но по определению, счетная палата – это орган, вызывающий самое серьезное доверие. И пресс-служба Минздрава и ФОМСа против данных счетной палаты как-то меня не водушевляет. Больше того, те самые аргументы, которые приводит Минздрав в оправдание деятельности фонда, они подчеркивают, что фонд ведется крайне, скажем так, разрушительно по отношению к модели здравоохранения. То есть, фактически идет Минздрав – это учреждение, у него нет функции зарабатывания денег, он не может деньги зарабатывать, экономик. Его задача, чтобы здоровье населения росло, чтобы людям больным помогали. А когда выявляется, что 100 миллиардов рублей в год ушли не на эти цели, а были сэкономлены или потрачены на посреднические функции, то это вызывает очень большие вопросы. Игорь, понятно, идем дальше. Как Вы относитесь к предложению исключить страховые медицинские организации, систему МЭС и передать функции территориальным фондам? В этой связи у меня бы было более радикальное предложение. Либо надо убрать Министерство здравоохранения Российской Федерации, оставить страховую систему здравоохранения. Либо убрать страховую систему здравоохранения, оставить Министерство здравоохранения Российской Федерации. Потому что на сегодняшний день, исходя из той же самой картины, которую мы с Вами рассматривали, То есть фактически у нас Министерство здравоохранения и Фонд обязательного страхования сплелись, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей. И все, то есть фактически у нас получается, что это единый орган, который работает в унисон, фактически дублируя функции один другого. Мне сложно говорить, на самом деле это очень серьезная реформа. На самом деле от этого будет зависеть все будущее нашего здравоохранения. Но в тех условиях, когда нефтяные доллары у нас перестали приходить в страну, необходимо оптимизировать прежде всего структуру управления нашим здравоохранением. Потому что на сегодняшний день оптимизация самого здравоохранения уже дошла до того, что врачи работают и по 8, и по 10 участков обслуживая порой. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что должны будут произведены какие-то серьезные сокращения. И на мой взгляд, нам необходимо принять какую-то модель, либо страховую, либо это все-таки управленческая административная модель Минздрава. То есть вы склоняетесь, что или-или, пока не готовы сказать, оставить страховые медицинские организации или изъять? Вы знаете, здесь надо садиться, но это очень серьезный вопрос, на него вот так вот взять, а бы просто я бы не рискнул ответить. Понял, это тоже позиция, это позиция, согласен. Другое дело, что мы не тянем и Минздрав, и страховую систему вместе. Они ни к чему, потому что если, допустим, Соединенные Штаты Америки, у них там нет Минздрава, у них все страховые компании, значит, страховые организации работают. Если мы берем другие модели, там есть Министерство здравоохранения, ну, это советская, та же старая модель, но там нет фонда обязательного страхования. Когда мы дублируем и то, и другое, то в результате мы получаем чрезвычайно высокую административную нагрузку на всю сферу здравоохранения, которую мы не тянем. Идем дальше. Ольга Голодец, вице-премьер по социальным вопросам, сказала, что будут внедряться новые принципы в отношении страховых медицинских организаций. Дайте прогноз. Что они себя будут представлять? Если сможете. Ну, вы знаете, на самом деле, в нашей ситуации прогнозов давать это дело очень сложно. И дело неблагодарное, потому что, скорее всего, не попадешь. Но, исходя из самого текста выступления Ольги Голодец, там написано, что, опять же, вся реформа будет заключаться в том, что будут увеличиваться контрольные и, так называемые, административные регламенты процедуры. То есть, там предполагается увеличение количества проверок, каких-то показателей и так далее. То есть, фактически, я думаю, что будет дальнейшее усиление административной нагрузки на медицинский бизнес и на медицину в целом. Общий вектор, исходя из вот этого подхода, он вырисовывается такой. Насколько это хорошо? Ну, вы понимаете, дело в том, что на сегодняшний день необходимо какие-то искать новые шаги. И вот эти завинчивания гаек, они уже, наверное, ничего не дадут. Потому что на сегодняшний день я подозреваю, что во врачи люди будут идти все с меньшей и меньшей охотой. Потому что всевозможные фонды обязательного страхования приходят, штрафуют. Сейчас новая административная ответственность пытаются вводить. То есть, фактически, возникает такая ситуация, что врач, который и так получает не такие большие деньги, хотя говорят, там 40 тысяч средняя зарплата по отрасли, а скоро будет еще больше. Но фактически, это за работу на две ставки и с возможностью... Игорь, понятно, это в вашем смысле я уже слышал. Я правильно понял, что ваши принципы предполагают, как в принципе и я предполагаю, что будут закручены гайки в отношении страховых медицинских организаций, видимо. А те по команде воздействуют на медицинские организации. Ну, исходя из общего посыла, скорее всего, такая ситуация и будет происходить. То, что, отвечая, может быть, на предыдущий вопрос, то, что будут убраны страховые медицинские организации и все идет в фонд обязательного страхования, то есть, само по себе, я не вижу в этом никаких там больших печалей, за исключением того, что у кого-то бизнес рухнет, который, на самом деле, выстраивался годами. Бизнес на обязательном медицинском страховании. Но бизнес все равно, когда-то или поздно, бывает, необходимость падает. На ОСАГО переквалифицируется. Игорь, спасибо за вашу точку зрения. Я думаю, что рано или поздно мы о новых страховых принципах узнаем. Ну и потом же совместными усилиями их обязательно обсудим и выясним, оказались ли верными наши прогнозы. Благодарю вас за то, что нашли время пообщаться со мной. Рад был общению. До свидания. До свидания, Алексей. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!